Экспо-2017 Мир, ведомый инстинктом самосохранения, стал усиленно работать над проблемой разумного энергопотребления и применения зелёных технологий. Выставка Экспо в этом году, получившая прописку в Астане, посвящена именно этой теме. 115 стран демонстрируют свои достижения в области энергии будущего. Однако Экспо-2017 – это не только пространство для демонстрации достижений науки и техники, но и территория культурного обогащения, активного отдыха и развлечений. Здесь можно отлично провести весь день и не пожалеть о потерянном времени. Экспо-городка Поставить 150 тинге Абсолютно всё. Я очень счастлив быть здесь сегодня. Очень всё понравилось. Выставлены передовые технологии разных стран, в том числе и нашей Южной Кореи. Глобально очень интересно. Мы были в израильской выставке, очень понравилось. И мы были в катарской выставке. Вот только идём. Всё очень понравилось, всё красиво, прям очень нравится. Это очень хорошее место. Я получаю только позитив от пребывания. Я хотел бы ещё восходить. Всё ли понравилось? Да. Есть интересные вещи. Есть иногда такие, как бы, вызывают удивление. Это очень большой шаг для Казахстана, чтобы интегрироваться в мировое сообщество. Это большое развитие для нашей страны. И я думаю, Экспо... Недавно было открытие, и я думаю, что Экспо будет ещё интереснее. Прежде всего, экскурсию по выставке необходимо начать с казахстанского павильона Нур-Алем. Он расположен на первом этаже комплекса зданий и сферы и разделён на две зоны. Первая призвана познакомить гостей с самим Казахстаном, его природными достопримечательностями и культурой. Вторую зону назвали Созидательная энергия. В ней представлены 28 лучших проектов, посвящённых альтернативным энергоресурсам. А это небольшой павильон Пакистана. На фоне остальных он выглядит достаточно скромно. Тут нет футуристических проекций и 3D-голограмм. Совсем не разговорчивый гончар сидит за работой. С другой стороны, его коллега, но более улыбчив и общителен. А эти двое мужчин развлекают пришедшую публику. Как выяснилось позже, павильон Пакистана на момент нашего пребывания ещё не был полностью готов. В нём проводились завершающие работы. И возможно, сегодня он выглядит уже совсем по-другому. Сходите и посмотрите. Ну а мы движемся далее. Это красивейший павильон Королевства Саудовской Аравии. Здесь вас ждёт захватывающий рассказ, который наглядно создаёт все части видения Королевства 2030 года для устойчивого будущего энергетики. Меня зовут Омар. Я из Саудовской Аравии. Я говорю немного по-русски. Я люблю Казахстан. Я направлюсь в Астану. Очень приятно. Спасибо. Павильон Саудовской Аравии состоит из трёх частей. Первая часть — «Наследие». Там мы показываем всё, что Саудовская Аравия переняла из своего исторического прошлого. Вторая часть — это фильм, который показывает Саудовскую Аравию в 2030 году. И третья часть называется «Обещание». Всё задуманное нами обязательно исполнится к 2030 году. Сопровождающий рассказ, представленный в трёх главах в виде одной истории, способствует осознанию важности устойчивой энергетики для экономического развития, прогресса и благополучия человечества. Добро пожаловать в павильон Индии. Он посвящен бережному отношению к природе. Встречает гостей огромный интерактивный экран в виде шара. Посетители могут увидеть красоты Индии, узнать о том, как люди в этой стране бережно относятся к растениям и животным. Солнце является основной концепцией павильона, поскольку энергия будущего планеты должна обязательно фокусироваться на Солнце, являющейся источником энергии в её чистом виде. Индия круглый год благословлена днями солнечного света. Вполне естественно, что Солнце формирует центр индийского павильона. Зрелище, откровенно говоря, завораживает. Эфир. Воздух. Огонь. Вода. Земля. Эти пять первоэлементов и лиманч Махабутаз заложили основу концепции чистой энергии. Одним из главных экспонатов выставки стала огромная стена из настоящих растений. Также в павильоне представлены индийские товары, украшения, платки. Сегодня в павильоне Индии можно увидеть танцоров, которые задают настроение и услышать индийскую музыку, чтобы полностью перенестись в атмосферу этой страны. Огромное приятное впечатление производит павильон Турции. Его общая площадь составляет тысячи квадратных метров. Хочется отметить, что для Турции это 34-е участие на выставках Экспо, включая первую, которая проходила в Лондоне в 1851 году. Попасть внутрь турецкого павильона гости могут через стеклянный светящийся переход. Он символизирует коридор энергии и переносит посетителей в фантастическое будущее. Павильон украшен камнями и минералами различных пород, добываемых на территории Турции. Страна представила на выставке свои инновационные технологии, среди которых теплоизоляционно-солнцезащитный стеклопакет, который защищает от холода, негативного воздействия солнечного света, внешнего шума и предотвращает потерю внутреннего тепла. Также можно стать участником нескольких интерактивных приложений. К примеру, покрутить педали на велосипеде и выработать энергию для ветряной мельницы или посмотреть на собственное биополе. В павильоне Турции также представлен макет самого большого аэропорта в мире, площадь которого составляет 76,5 миллионов квадратных метров. Появится он в Стамбуле в первом полугодии 2018 года. Но и каждый посетитель может прикупить себе турецких сладостей и сувениров. Прямо в павильоне расположена небольшая торговая лавка. Павильон Ирана демонстрирует пути республики от прошлого в настоящее. Этот путь показывает движение страны в технологии будущего путем новых технологий и, самое главное, с учетом прошедшего исторического опыта. Сенсорный экран иллюстрирует потребление воды в прошлом, креативное использование энергии ветра и использование энергии биомассы, умное использование солнечной энергии. В составе экспозиции также предусмотрено место для сцены и предоставление живой музыки. Расположенная на сцене водная линза сочетает в себе воду и свет, имитируя морской аквариум. Эти изображения отражаются и на полу павильона. Свои лучшие инновационные разработки на Экспо-2017 представила Япония. Сегодня это государство занимает одно из лидирующих мест по использованию альтернативной энергетики. А увлекательное путешествие по павильону позволяет найти ответ, благодаря чему страна восходящего солнца в числе первых в этой области. Попав внутрь японского павильона, буквально окунаешься в мир новейших технологий. Он поделен на три сектора, каждый из которых имеет собственную концепцию. С присущим для страны восходящего солнца философским подходом даже к высоким технологиям, посетителей сначала знакомят с историей зарождения альтернативной энергетики. К слову, для Японии переход к зеленой энергосистеме – это не веяние моды и желание отличиться, а элементарная необходимость, ведь на территории государства практически нет полезных ископаемых. Именно поэтому, будучи страной с минимальными природными ресурсами, здесь разработали собственный экологичный способ производства электроэнергии. А уже в следующем секторе можно воочию увидеть амбициозные проекты Японии в области зеленых технологий. Любопытно, что его авторы не ограничились одним лишь показом фильма, они также создали мобильное приложение для улучшения восприятия визуальных и тактильных эффектов. Ну и самой увлекательной можно назвать третью секцию японского павильона. Здесь гостям предлагают сыграть в интерактивные игры. Посетители могут внести свой вклад в развитие зеленой энергетики и попробовать уменьшить количество выбросов углекислого газа. Павильон Сингапура на Экспо-2017 под названием «Маленький город больших идей» создан в стиле террариума. Войдя в павильон, чувствуешь себя в тропических условиях Сингапура. Небольшая жара в сочетании с затуманенными стенами покрытыми растениями переносит в потусторонний белый ящик, где узнаешь о контексте Сингапура как страны, которой не хватает земли и природных ресурсов. Далее в сердце террариума тебя окружают модульные леса и мультимедийный показ истории энергии Сингапура. В качестве кульминации путешествия оказываешься в пространстве, напоминающем оранжерею или гербарии. Таиландский павильон на Экспо-2017 в Астане настолько познавательный, что точно войдет в топ-10 самых посещаемых. Веселая кукуруза и невероятные 3D-павильоны действительно привлекают внимание. Никаких скучных лекций, только познавательные развлечения и погружение в невероятный 3D-мир. Талисман тайского павильона принесет улыбки всем его посетителям. Это веселая кукуруза по имени Пхаланг. Вдохновение для его создания пришло от семени растения, которые являются источником альтернативной энергии для стабильного развития Таиланда и мира. Эта яркая интерактивная презентация никого не оставит равнодушным. С помощью новейших визуальных технологий здесь представляют достопримечательности, интересные факты о жизни и культуре Таиланда. А также рассказывают о возобновляемой энергетике страны. Анимационные герои, впечатляющее светодиодное панно, тайские развлечения и игры. Уверены, вы испытаете восторг от Таиланда. Ну и последний павильон, в который мы успели заглянуть, был павильон Узбекистана. В нем демонстрируют жизнь человека через 20-30 лет. Ключевая фигура павильона – действующий автомобиль с солнечными панелями. Автомобиль полностью функционирует на установленных солнечных панелях, которые питают аккумулятор и мотор автомобиля. Предполагается, что такие автомобили повсеместно появятся на рынке в 2030 году. На сегодняшний день авто все еще тестируют. Также в павильоне Узбекистана можно увидеть умную капсулу, которую разработчики называют «домом будущего». Ее можно использовать в отдаленных местах, где нет инфраструктуры, например, на научных станциях, бескрайных степях или в аэропортах. Капсула рассчитана на одного человека и оснащена системами охлаждения, отопления и пожаротушения. В ней также можно смотреть телевизор, слушать музыку и с комфортом читать. За два дня пребывания на выставке, к сожалению, мы не обошли половину павильонов, но, тем не менее, этого хватило, чтобы оставить самые приятные воспоминания. Когда только заходишь на территорию выставки, появляется ощущение, что все-таки кто-то построил машину времени Уэллса, и ты переместился в далекое будущее. Футуристический городок с массивными зданиями, необычные формы, сделанными из стекла, которые одновременно и пугают своими размерами, и восхищают непохожестью на то, что окружают нас по вседневной жизни. В завершении нашего экскурса на Экспо хочется добавить, что инфраструктура выставки также оказалась на высшем уровне. На территории предусмотрены как и небольшие фургончики с едой и мороженым, так и фешенебельные рестораны, большое количество лавочек для отдыха и привлекательных украшений для фотографий. Сегодня второй день уже, и до сих пор мы не можем обойти все павильоны. Вот сейчас у нас в плане, дальше нам надо срочно Турцию найти, вот дальше туда. Впечатления очень хорошие. А в каких павильонах уже были? Во многих были. Казахстан были, ну я вчера была, Эмираты, Катар были, туда Словения, Италия были, Израиль были, Швейцария, Австрия были. Вот, вам все нравится? Нам все нравится, нам все нравится. Мы просто вот наслаждаемся, сейчас вот перерыв и пойдем дальше. Выставка Экспо – это уже кусочек истории, который в дальнейшем будут изучать наши потомки. Поэтому мы рекомендуем вам выделить себе несколько дней и посетить ее. Такой, какой вы ее увидели сейчас, она была в первые дни открытия. Сегодня и с каждым новым днем на выставке появляется все больше интересных событий. Уверены, вы не разочаруетесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok